Всем привет! Сегодня будет очень короткий ролик, в котором я расскажу о самом простом способе обновления с Windows 10 до Windows 11. До этого у меня были уже на канале выложены некоторые способы, ссылочку на них я оставлю в описании, но этот самый простой, который в принципе не вызовет недоверия, плюс сделать это будет очень просто и с этим справится каждый. Также фишка этого способа состоит в том, что если у вас не поддерживалось Windows 11 на вашем старом ПК, то теперь проблем не будет. Смотрим. Для начала нам придется зайти на сайт Microsoft, загрузку Windows 11, найти именно образ и скачать его. Вот таким образом. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Выбираем Windows 11 и нажимаем соответственно кнопку скачать. Выбираем язык продукта, ну соответственно в моем случае это будет русский язык и нажимаем подтвердить. Здесь у нас появляется ссылка на 64-битную версию, скачиваем. Не обращайте внимания, что все это я показываю на Windows 11, я уже проделывал это не раз, поверьте на слово, все будет работать. Итак, образ у нас скачен, я его вытащил на рабочий стол. Далее открываем образ. У меня, например, это можно сделать с помощью программы WinRAR. У вас может быть с помощью стандартной утилиты Windows, чтения дисков виртуальных. Открываем образ. Далее создаем любую папку на рабочем столе. Отсюда все вытаскиваем в эту папку. Далее этот образ нам больше не понадобится, мы можем его удалить. Теперь из этой папки установщик можно запускать смело, установка будет продолжаться, точнее обновление. Но, как вы понимаете, получится ошибка, если ваш компьютер не поддерживает систему Windows 11. Поэтому делаем несколько простых шагов. Ищем папку Source, переходим в нее. Находим здесь один из DLL файлов, а именно файл Apprice.dll. И удаляем ее отсюда вовсе. Без этого файла проверка Windows 11 должна не работать. Запускаем Setup. Далее необходимо сделать еще одну вещь. Нажимаем настройка скачивания обновлений и нажимаем не сейчас, чтобы во время обновления этот файл у нас не подтянулся в установщик. И нажимаем далее, после чего у вас должна установка продолжиться без проблем. Кстати, обратите внимание, чтобы на жестком диске у вас было достаточно много места, потому что старый образ системы Windows 10 сохранится в папку Windows Old. И займет здесь большой объем памяти. Ну и на этом все, пробуйте, все у вас получится. Продолжение следует...